Раньше был просто волк и просто леса, а теперь волк и леса стали клоунами. Потому что раньше был просто лес, а теперь не лес, а сплошной цирк. Вместо шерсти у волка будет яркий грим. В новогоднюю сказку создатели решили добавить капельку клоунады. Причем детям будет не только над чем посмеяться. Центрального героя волка ждет максимальное преображение. Он меня трогает, потому что у него в процессе спектакля должно появиться сердце. И хочется уже встретиться со зрителем. Главный компонент спектакля должен подойти, а это будут дети. В Камерном это первая детская премьера в этом году. Сегодня на спектакль пригласили челябинских журналистов с детьми. За время карантина маленькие театралы тоже соскучились по атмосфере волшебства и сказки. Я люблю, потому что там рассказывают о чем-то, там танцуют. Им, конечно, очень интересно, что это, как это будет. Почему именно про папу? Это про нашего папу спрашивали. Забавное название связано с сюжетом. По сценарию волк и лиса воруют у деда с бабой золотое яйцо. Но вместо того, чтобы съесть цыпленка, должны стать его родителями. Да ты же самый добрый, самый умный, самый красивый. Шутки должны порадовать и мам, и пап маленьких зрителей. Волк будет пародировать терминатора, а вместо яйца герои будут высиживать киндер-сюрприз. Сегодня такая ситуация, но Новый год никто не отменял. Поэтому порадовать детей. А спектакль, как всегда, дает какие-то уроки добра, любви. В конце «Злой волк», конечно, исправляется и из разбойника становится добрым отцом. Посмотреть постановку южноуральцы вместе с детьми смогут в Камерном театре в новогодние праздники. Наталья Петрухина, Андрей Грещук, 31 канал.